Мы наехали, блядь. Вдруг отпросок, ну в семье небезурода, проезжает мимо моей красивой афиши в городе в Ташкенте. И пишет, понаехали. Понаехали, блядь. Понаехали, это про меня. Причем до этого, на протяжении последних пяти лет, пока она пыталась что-то сделать в России, пока не обосрала отношения с Вадеевым, с Первым каналом, не послала нашу страну на три буквы. Ей на 50 лет, кстати. Не получила запрет на въезд на 50 лет за хамское отношение к России, к нашему президенту, ко всем. И вдруг это чмо себе позволяет такое написать. Она очень рвалась дружить с Филиппом и всегда около него велась и даже писала что-то. А, я тебе могу показать. Она мне в директ, смотри, что пишет. Happy birthday, rockstar. Это 1 мая 20-е. Я говорю, спасибо, моя девочка. Люблю тебя бесконечно. Посмотри, что пишет. Пишет Наргиз, Филипп Киркоро. Это уже 2020 год, 1 мая. Не прошло пару лет, и вдруг, ты понимаешь, понаехали. Добрый вечер, друзья. Не добрый вечер, нет, другие. Вот мне интересно, понимает ли Геркоров, что вот этими экзерсисами своими он просто прибавляет узнаваемости и популярности отчасти своему оппоненту. Товарищ Наргиз, американский бездарный перец. Потому что, где Наргиз? Ну, это риторические вопросы в Афганистане, да? И где Киркоров? Вот дело в том, что, посмотрите запросы. Известность Киркорова многократно, многократно, в сотни раз превосходит известность Наргиза. Я не говорю сейчас не про популярность, это разные вещи. Известность и популярность. Хотя там вообще и расклад еще круче, я думаю, в пользу Киркорова. Вот. И вступая с ней в полемику, он делает то же самое, что в свое время Никита Сергеевич Михалков, когда он там реагировал на замечания Ксения Анатольевича Собчака. Разные фигуры, разные масштабы. И Наргиз просто выступил очень грамотно. Она как туфельку инфузорию уколола чуть-чуть Филиппа. И Филипп начал совершать движение, не может успокоиться. И во всяком случае, узнаваемость Наргиза, он повышает. То есть люди начинают, посмотрите запросы, еще раз, за последние дни, начинают гуглить, кто такая Наргиз. То есть кто до этого не знал, теперь узнал. А собственно, известность, она уже конвертируется в облов в случае с исполнителями. Тем более с такими, повторю, бездарными исполнителями, как Наргиз. Насчет бездарности я хочу сказать, что это не моя оценка. Так ее называл Александр Борисович Градский. Он говорил, что она поет мимо нот. Что запускать ее на голос, это было вообще странным-странным-странным делом. Сейчас скажут, что Градский умер, там Додли сейчас выдумывает. Нифига, это описано очень подробно, было при жизни Градского, были публикации и целая глава в книге, которая в 19-м году вышла в честь 70-летия Александра Борисовича, грант российской музыки. Там одна глава, я так и назвал, как Наргиз. Вот. И повторюсь, бездарная певица, абсолютно талантливый, ньюсмейкер Филипп Киркоров делает сейчас имя. То есть надувает это имя. Имя, допустим, было и до этого. Я в этом контексте не могу не вспомнить историю 97-го года, там в начале года. Московский комсоволец, моя, кстати, репортерская армаматор. Московский комсоволец опубликовал статью, в которой упоминалось, что прокуратура разрабатывает в деле Влада Листьева и семейную версию, то есть причастность к убийству Альбины Назимовой. Дело в том, что любой юрист, или не юрист, а вообще любой человек, который даже детективы смотрит, знает, что когда совершено убийство, то супруги всегда находятся в числе подозреваемых. Ничего особенного в этом деле не было. Спустя два года после того выстрела, 1 марта 95-го года, вот такая публикация вызвала дикий Бенц. В дом жюри телекомпания ВИДС собрала пресс-конференцию. Пришли все. Леонид Икубович там, Андрей Разбаш, Иван Демидов. Они все трясли этой газетой, МК, просто с этим выпуском. Появился тогда термин «социальное киллерство» авторства Андрея Разбаша. Александр Михайлович Любимов просил оставить их всех в покое. Якубович там, кстати, может быть, даже Якубович насчет этого киллерства прокинул тогда. Разбаш сказал, что Сергей Федорович Лисовский причастен к появлению этой публикации в МК. Опять же, песня совсем не о том. После этого, после того, как пресс-конференция, это эфирилось, естественно, по Первому каналу и по всем остальным федеральным каналам, рейтинг цитирования в отношении московского комсомольца взлетел в 16 раз. Они прибавили тиража. То есть, вот эти реакции, когда разномасштабные совершенно организации или деятели шоу-бизнеса, как в случае с Киркоровым и Наргиз, они работают всегда на тех, кто беде популярен. Этим пользуются, кстати, грамотные. Грамотные хайпажоры, в общем, здесь этой Наргиз зачет петь она не может, но хайпить еще как. Фадеев, гений, музыкант, создал вот этими руками, создал эту неблагодарную сучку по имени Наргиз Закирова, которая потом взяла и насрала ему на голову. Потом оскорбила всю нашу сторону, все наши коллег, при этом посылая мне, ты видел, какие СМС, о рок-стар, о моя любовь, и буквально через пару месяцев, проезжая мимо моей афиши, мы говорим, что понаехали. Она не пришла, кстати, к концу. Вот то, что вы сейчас услышали, взяли ластик и стерли. Право-заступницы, защитницы, типа вот эти вот Бонни, уе... Так, взяли, закрыли уши, алло, слышите? Уши закрыл. Вот эти вот, да, которые на шару пытаются влезть в каждую жопу-затычку, и незваными гостями, лишь бы пробраться на красной дорожке, найти себе хорошего там еб... Чтобы там, знаешь, на всю жизнь обеспечить себе свою несчастную жизнь, да? Наплодить детей неизвестно от кого, да? И обязательно о себе напомнить и что-то прокомментировать. Чтобы вот эта уеб... Виктория, жалко, что она относится к ней моей мамы, Царствие Небесное, может себе позволить комментировать любое событие, которое происходит в нашей стране. Субтитры создавал DimaTorzok